Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее Далее Ну хорошо, значит вот допустим Мы немножко разобрались с тем Как эти самые диски Разбиваются на разделы И установили этот самый Linux Вот В действительности выясняется Что Linux-то это не только ядро операционной системы А то, что стоит на компьютере То, что составляет дистрибутив Это усилие целого сообщества Вот У этого сообщества есть Всевозможные идеи И всевозможные технологические И информационные ресурсы Которые, собственно, облегчают работу По взаимодействию с этим самым дистрибутивом Особенностью, или, скажем так Чертой особой такой Дистрибутивов Linux является Наличие громадного количества компонентов В хранилище И еще более громадного количества компонентов В репозитории Оно же хранилище А, нет Значит, громадное количество компонентов В дистрибутиве И еще большего в хранилище Из которого, собственно, производится дистрибутив На этот счет мы тоже поговорили По поводу того, как функционирует сообщество Мы тоже поговорили Вот Все это Я имею в виду Многокомпонентность Возможность вообще создавать такие штуки, как многокомпонентные дистрибутивы Следствие свободного лицензирования Которое позволяет делать что угодно С программными продуктами Вот Безо всяких ограничений За исключением, быть может, одного ограничения Очень многие лицензии копилектные запрещают делать программные продукты не свободны Да Вот Потом мы поговорили в процессе еще про Некие технологические подробности Как вообще получается так Что те программы, которые входят в хранилище И стал быть дистрибутив Они более удобны для совместного использования Чем программы, просто так скачанные снаружи Вот Ну так, поверхностно Кроме того Мы отметили несколько Важных вещей Которые тоже нужно знать Для того, чтобы Для того, чтобы Взаимодействовать с Попавшимся вам в руки дистрибутивом Linux Как правило, любым А именно Что очень много Действий В особенности администраторских Выполняется из командной строки Что понятно Что является следствием Двух довольно простых принципов Лежащих в основах Unix-подобных систем в частности Систем, основанных на GNU-Linux А именно Что всевозможные настройки И Профиль системы Это довольно большой список Текстовых файлов Лежащих в определенных местах Ну, собственно, этих мест всего два Системные лежат в ETC А пользовательские лежат у пользователя В домашнем каталоге Вот И воздействие, модификация системы И ее, как бы, развертывание И ее работоспособность Заключается как раз Ровно в модификации Этих самых Настроечных файлов Которые, повторяю, как правило, текстовые Ну и в запуске всевозможных команд Из той самой командной строки Либо же из командного сценария Мы про это практически не говорили По-моему Но очень важным свойством Опять-таки Unix-подобных систем В частности Linux Является то, что Вот те самые команды Которые вы выполняете Для того, чтобы напрямую Как-то воздействовать на систему Ну там, поменять Перестартовать какую-нибудь службу Поменять какой-нибудь конфиг И так далее Те же самые команды Сложенные в кучку Составляют командный сценарий И они-то и есть операционные системы Вот В более подробных Более глубоких изложениях Залезая уже в архитектуру Операционной системы Мы можем Видеть Рассказ о том Что там все Сценарии Вообще старт Вообще самой операционной системы Это все равно пачка Тех самых командных сценариев Определенным образом организован Вот По этой причине Мы немножко Более подробно поговорили Про то, что вообще такое Эта самая командная строка И обслуживающая Или обеспечивающая Интерфейк командной строки Сущность Которая называется терминал Вот Помимо этого Мы поговорили еще о том Что Каков стандарт На файловую систему Потому что это важно И это тоже как бы Определяет лицо Линукс Кооперационной системы Ну и про то Что такое пакет Да Собственно Каковы свойства тех компонентов Из которых собираются Дистрибутив И получается Операционная система Вот такой краткий обзор Кажется я ничего не упусти Осталось нам две темы Нынче какое число Седьмое В общем осталось две темы По каждой из которых Я не готов делать Целую лекцию По одной Ну по причине того Что Это надо либо очень много говорить Либо очень мало Первая тема Это Кое-какие Абстракции Прикладного Вернее Инварианты Прикладного Даже и системного уровня Которые можно встретить В Линукс И которые вызывают В общем Некий повышенный интерес Ну в частности И у меня Вот То есть То Что Скорее всего Вам встретится В Линукс системе И Незнание Чего Или по крайней мере Незнание о существовании Чего Приводит к Таким немножко Чудодейственным Ощущениям Да Вот вы что-то сделали И внезапно Вам там Открылся доступ Каким-то Устройствам Вот А то его не было А теперь он открылся А вы ничего не делали Значит Кто-то это сделал За вас То есть Какое-то чудодейственное Происшествие Должно было произойти Вот Ну таких примеров Несколько Вот Это первая тема И вторая тема Это Выбор Дистрибутива Собственно Видимо Я постараюсь Коротко Да В таком Беглом порядке Изложить их обе Но возможно Я не успею Перейти ко второй И мы зациклимся На первой Особенно Если кто-нибудь Мне поможет Вот Ну тогда Мы устроим Такую полу-лекцию В следующий раз А через раз У нас уже будет Просто икс Итак Еще кое-какие Инварианты Которые Встречаются В линукс Современных Подчеркиваю В линукс системах И с которыми Так или иначе Вы имеете дело Даже если Вы этого не замечаете Инвариант номер один Это То Каким образом У вас вообще Появляются устройства В каталоге Слэш дев Мы помним Что в линуксе Есть прекрасный Да даже В позиксе По-моему Есть прекрасный Каталог Слэш дев Который Ну Вот в корне Лежит Див А в нем Расположены файлы Так называемые Спецфайлы Это Объект Файловой системы Который файлом Вообще Не является Если на него Посмотреть То то что лежит Слэш дев Как правило Представляет собой Специальный объект Не имеющий Скажем Размера А вместо Размера Там вот На сегодняшний день Два числа Так называемый Старший Младший номер устройства Вот Что это такое И это Попытка Более или менее Последовательно Реализовать Принцип Что все Что может быть Представлено В виде файла Должно быть Представлено В виде файла То есть В виде объекта Файла системы В данном случае Устройства То есть Некие Точки входа Для работы С реальными Внешними устройствами Или нереальными Потому что Есть и вполне себе Виртуальные Внешние устройства В каталоге С HDF Вот По отношению К которым Вы можете Пользоваться Файлами операциями Почти всегда Вот И уж как минимум Операциями Общего плана Который Называется IOCTL Когда вы говорите Пожалуйста Примени к данному Устройству Операцию ввода Вывода Номер Такую С такими-то Параметрами IOCTL Это такой Общий интерфейс Вот Но идея Как раз состоит в том Что большинство Устройств Которые лежат В SlashDef Поддерживают Обычные операции Open Read Write Close Вот И с ними Можно обращаться Как с файлами Так вот Да Что там может содержаться В SlashDef Мы по-моему об этом всем уже говорили Там могут содержаться Устройства Соответствующие терминалам Кстати сказать Вот уж Виртуальные устройства Как таковые Ведь никаких терминалов Как аппарат Давно уже не существует А тем не менее Там будет целая куча TTY Что-нибудь Да Которые Соответствуют Терминальным линиям Вот Эти терминальные линии Должны на себя Брать Обслуживать Какие-то эмуляторы Терминалов Ну например Системная консоль Или Графические эмуляторы Терминалов Там типа Какого-нибудь RXVT Какого-нибудь Текстерма В случае Если это Из-под X Работает Да Там же будут лежать Устройства Управления Мультимедиа Устройства Ввода-вывода Типа мышь Клавиатуры Дисковые устройства Причем не просто Все устройства Но еще и Их разделы Тоже будут представлены В виде отдельных Объектов В каталоге Слэш Дев Все это Будет лежать Слэш Дев Так вот Особенностью Всех Видимо всех Ну по крайней мере Всех дистрибутивов Общего назначения Современных Линукс Является то Что Каталог Слэш Дев Он вообще Смонтирован Как Виртуальные файлы Системы То есть То что вы видите Там какие-то файлы Это не совсем Следствие того Что какой-то Системный администратор Пришел И все эти файлы Так завел Между прочим Так было Скажем лет Десять назад Каталог Слэш Дев Слэш Дев Содержал Тысячи файлов Да Да В Линуксе Правильно В Линуксе Диофэс Он был ужасен И поэтому Его никто не использовал Вот В каталоге Слэш Дев Лежали тысячи файлов А именно Заведенные точки входа На все возможные устройства Вообще на все Вот Если там не хватало Был специальный скрипт Который называется Моик Дев Который заводил Все оставшиеся Устройства Вот Если всех устройств Не хватает Значит еще более все Вот Это конечно было Очень неудобно И Более того Список всех устройств Он все расширялся И расширялся На сегодняшний день Самое большое Я так понимаю Количество кода В ядре Линукс Это код Который обслуживает Всевозможные устройства Написали их Бессмыс Бесчисленные Множество Ну кому что На самом деле Там еще Момент Потому что Как и раньше Их было Всего 65-1536 Просто Пограничение На количество Мажора Майна От самого Девайса Айди То теперь Там он будет Четыре Да 32 бит То есть 12 бит На девайса На Дану На мажор Девайс Один И 20 бит На майна То есть Девайс Один Определяет То Ну На самом деле Эта фара Определяет То Какой На самом деле Драйвер Будет Ассоциирован С этим Обычно Да То есть пока Их не отменили Старшее Младшее Число Их не отменили Они все так же Обещали Ну Ну 3.0 Есть Ну Да Значит Ну 3.0 Отличается Не очень Сильно В общем Условно Говоря Старший Номер Устройства Условно Очень Говоря Определяет Драйвер А младший Номер Устройства Определяет Как бы Способ Доступа Ну Например У всех Разделов Диска Там Жесткого Диска Нулевого Будет Один и тот же Старший Номер Устройства Но Разные Младшие Номера Вот Совсем Неудобно Поэтому Как правило Такой каталог Монтируется Как виртуальная Файлосистема И за Наличием В нем В нем В этом каталоге Каких-то Файловых Объектов Следит Специальный Демон Который Называется UDI Вот Он Получает Сообщение Непосредственно От ядра Через сокет Относительно Того Какие Устройства В системе Появились Ну Например Вы Воткнули Новое Устройство Да И принимает Решение Что делать Дальше У этого Самого У DEVA В ETC Есть Достаточно Развесистый Набор Конфигурационных Файлов Так называемых Правил У DEVA Который Выглядит Примерно Так Появилось Устройство Такого-то Класса Завести Такой-то Такой-то Файл В Слэш Дев И дать Ему Такие-то Права Или Появилось Устройство Такого-то Класса Запустить Такую-то Программу Которая Будет Работать Со 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 . Ну Например Если Вы Втыкаете Какой-нибудь USB Донгл Который В Действительности Является Там Не знаю GPS Модемом То то этот GPS-модем может вообще функционировать в двух режимах. Знаете, как обычно, покупаешь этот свисток, он как флешка видится, там лежат какие-то драйвера под Windows. Ты эти драйвера устанавливаешь, он внезапно превращается в GPS-модем, ну или там 3G-модем. Ну вот, в Windows, как понятное дело, драйвера под Windows как-то малоинтересны. Соответственно, когда втыкается такое устройство, его бы не дурно перевести сразу в режим функционирования как 3G-модем. Это делается путем записи ей в мозг, причем у каждого этого производителя такого рода железяк своя идея по поводу того, как это делается. Каких-то сравнительно простых последовательностей, ну и чуть ли не в определенный порт что-то надо вывести, я не помню, как это делается. Это очень просто. Для этого предусмотрена специальная программа, которая называется USB-мод-свич. Вот такое типичное правило удела при обнаружении 3G-модема запускать программу USB-мод-свич, которая бы брала и в зависимости от того, какого типа УДЕВ обнаружил устройство, правильная последовательность байтов туда ему в голову впихивала. Просто выполняется командным самым. Команда, команда. Вот. Это еще один вариант, что там делается в правилах УДЕВ. Да, да, да. Совершенно справедливо. Прямо отдельно для ферм ВАРИ. Приехала какая-то железяка, про которую известно, что у него мозгов-то нет. Вот есть как бы... У него внешний мозг. Этот ферм ВАРИ надо куда-то заливать. Ну, значит, запускается специальная программа, которая заливает, ну и так далее. То есть, помимо, собственно, создания устройств в каталоге СЛАЖДЕВ, что важно, тех, которые соответствуют реальному аппаратному обеспечению вашего компьютера. УДЕВ еще занимается и программным обслуживанием этих самых устройств, ну и, естественно, аппаратным уровнем. Если необходимо обслуживание этих устройств, условно говоря, на прикладном уровне, ну, например, вы воткнули флешку, было бы не дурно файловый броузер открыть или смонтировать ее и сказать, вот, там, пользователю не хочешь ли это посмотреть? Естественно, этим у ДЕВ заниматься не будет, да, сквозь стать чего-то монтировать. Каким пользователем? И вместо того, чтобы самым этим заниматься, он должен кому-то отправить сообщение, дескать, флешка смонтирована, а не так, флешка появилась, делайтесь, ничего хотите. Куда? И какое сообщение? Здесь мы переходим, собственно, к второй части, к второй части вот рассказа о прикладном, прикладном, как это правильно сказать, прикладных особенностях Linux, которые в современных дистрибутивах, скорее всего, встречаются повсеместно. Сейчас я открою картинку, чтобы было мне самому понятно, о чем речь. Здесь я, кстати, сказать, прошу всех, кто знает лучше меня, всю эту машинерию, мне помогать, потому что это такие вещи, с которыми сталкиваешься далеко не сразу, вот, при работе с Linux, а сами по себе они довольно масштабные. Ну да, есть там DevNet. DevNet есть. Другое дело, что никто не взаимодействует с сетевыми картами по файловому протоколу, потому что это асинхронное устройство, да? Соответственно, для того, чтобы с ним работать, надо... Для него можно, но там, скажем, как IOCTL, собственно, вот такое. Да, IOCTL, а, пожалуйста, IOCTL есть. В том-то и дело, да? Если сетевые карточки управляются, ну, ими можно управлять именно вот как просто абстрактными внешними устройствами, ну, не знаю, там, переключать какой-нибудь режим, зажигать лампочки, еще что-нибудь делать. Это как раз делается все тем же IOCTL, то есть операция ввода-вывода стандартной. Именно для этого эти карточки в SlashDef появляются. Сетевой трафик там, в SlashDef, отсутствует, потому что есть достаточно много специфики, отличающие асинхронный обмен по сети с обычным вводом-выводом файлового синхронного. Пут номер два нашей программы – это, собственно, то, куда UDef посылает свои уведомления о том, что произошло какое-то изменение аппаратной конфигурации вашего компьютера, а на самом деле, конечно, далеко не только. Это подсистема обмена, межпроцессного обмена данными, которая называется DEBAS. Что это такое? Ну, вообще говоря, в стандартной POSIX системе есть несколько таких классических, описанных еще задолго до конца прошлого тысячелетия, примитивов межпроцессного взаимодействия. Сигналы, разделяемая память и, по-моему, чуть ли не сообщения. Очередь сообщений. Есть несколько видов то самое PC, которые проходят на втором курсе. Да, да, да. Месячки US, шарик, номери и сигналы. И сигналы. Еще что-то есть? Симафор. Симафор, да. Симафор. Вот. Все это взято из, в общем, из чего-то, что было матерой теорией когда-то. Вот. И все это, за исключением, быть может, сигналов и разделяемой памяти, активно не используется в современных системах. Я не видел вот так вот, чтобы какие-нибудь Месячки использовались так вот. Да используется на все, но просто... Симафор не используется. Вообще используется. Ну, по крайней мере, вот... Дело в том, что симафоры не являются таковыми, к сожалению. Просто, ну, ими неудобно пользоваться и в консоли. Ими можно многое неудобно пользоваться. А, ну да, в консоли им неудобно пользоваться, очевидно, почему. Потому что это все должно быть в контексте одной и той же программы. Не, ну, если я его врамкнула, держу процесса, то потомчается. Месячки можно и вирсокий читать. Ну, вот я про то и говорю. Значит, в любом случае, это инструменты, такие универсально... Ну, простые и при этом универсальные инструменты межпроцессного взаимодействия, которые никак не учитывают потребность прикладной области. Сигналы активно используются в любой пользу системе, да, и равно как разделяемая память. Именно в силу того, что ни от сигналов, ни от разделяемой памяти особое разнообразие не требуется. Что же касается реального обмена данными, да, асинхронного обмена данными между приложениями. Вот здесь до изобретения дебас, в общем, приходилось разным людям и разным командам разработчиков изобретать свой вариант такого рода обмена. Ну, мы помним, есть такой здоровенный проект под названием Корбо и его куча разных реализаций. Вот, который использовался в ранних версиях КДЕ. Потом выяснилось, что эти ранние версии КДЕ работают настолько медленно с полной реализацией Корбо, что лучше сделать что-нибудь другое. Они сделали другое, у них есть этот их был, да, Комон назывался, да, да, Декомон назывался. Нет, или Комон, неважно, Декомон назывался. Вот, да, фактически это было все то же самое. Вот, возможность обмена объектами, обмена данными типизированными. Вот. У среды Гном была своя такая же примерно штука, которая называлась Бонобо. Вот. Ну и так далее. В общем, да, хотя это все-таки именно сетевой протокол, то есть там скорее, скорее это просто способ, ну, как бы взаимодействия между клиентом и северным по сети, да. Речь идет не о том, что два приложения, что приложения попарно организуют потоки передачи данных типизированные, внутри которых они друг с другом как-то общаются. Да. Это один-единственный тип передачи данных, называется их протокол. Вот. Зато он там хорош, что он работает по сети, что у него он, так сказать, зачесан на обработку графических примитивов и так далее. Это немножко другое. Да, и их сокет это... Это просто сокет. Нет, речь идет о том, чтобы передать динамически созданный объект. Да, совершенно справедливо. Причем тому, кто может этот динамически созданный объект прочитать и понять, что в нем написано. Бесперимаясь, в смысле, может быть, стереоризация, может быть... Неважно, чтобы он был. Значит, типичный пример такого рода применения. Я не зря упомянул две самых толстых, два самых толстых графических окружения, гномы КДЕ. Именно в графических окружениях потребность в такой вот типизированной шине данных особенно велика. Вы нажимаете кнопку на клавиатуре, на которой нарисована, я там, не знаю, клавиша Play. Да, вот есть такие мультимедийные клавиатуры, на которых там куча разных дополнительных клавиш. Вы нажимаете на клавишу Play. Это должно приводить к тому, внимание, что какое-то приложение, какое-то, да, вот неизвестно какое, внезапно начнет проигрывать вот то, что оно должно проигрывать. Вот. Это означает что? Это означает, по меньшей мере, три вещи. Что, с одной стороны, у вас должен быть кто-то, кто следит за нажатием кнопки Play на клавиатуре и посылает специальное сообщение, второе, у вас должен быть кто-то, и при этом вот этот кто-то, это некий абстрактный мультимедийный проигрыватель, да, неизвестно кто, кто должен, кто умеет ловить именно это сообщение, да, ему не нужно знать о сообщениях каких-то другого типа, но ему нужно знать о сообщениях вида, там, пользователя нажал кнопку Play. И он должен это сообщение получить и правильно его обработать. И третье, у вас должна быть какая-то подсистема, которая бы занималась перебросом вот такого рода сообщений от того места, откуда они вышли, тому месту, к которому они предназначены, да, то есть такой паук. Понимаете, да? При этом специфика этого паука такова, что входы и как бы и выходы, понимаете, они типизированы, то есть каждый раз, когда вы говорите, я буду обрабатывать вот это, вы должны довольно строго определить, кто такой я и кто такой это, и тогда тем самым вы облегчите тому приложению, которое это генерирует, возможность с вами связаться. Вот, значит, во что это выливается в действительности при работе с дебаз? Так, пытаюсь разобраться в своих бумажках. Первое. У нас запускается один или, что чаще, несколько экземпляров вот таких вот демонов, которые, собственно, организуют вот это межпроцессное взаимодействие. Как минимум, при работе обычного пользователя таких демонов два. Это общесистемные шины и пользовательская. Идея стоит в том, что та шина, которая общесистемная, она обслуживает, условно говоря, там, какие-то рутовые запросы, то есть запросы, которые, вообще говоря, обычный пользователь даже и не вправе выдавать. Ну, скажем, монтирование диска, да, или еще что-нибудь такое, скажем, изменение прав доступа, да, то вот куда-то. Сама, конечно, шина ничего такого делать не будет, менять, она только перекидывает это на другом. Но вот те люди, которые регистрируются в системной шине, да, они должны обладать соответствующими правами. Кто к тому же, на одной машине может работать несколько пользователей с одинаковой структурой обмена сообщениями, и, разумеется, эти несколько пользователей друг другу мешать не должны, поэтому та часть, которая пользовательская, она запускается отдельно, для каждого пользователя отдельно. Каждый сеанс работы пользователя сопровождается запуском персонального дебаза, персональный дебаз шины. Вот. Это первое. Теперь, вот эти входы и выходы типизированные, сейчас я попробую понять, как они называются на их обезьяненном языке. Там все, там все, значит, вот в этом месте начинаются всякие, всякие хитрости, по поводу которых я хотел бы, чтобы кто-нибудь мне помог, если кто-то в этом разбирается. Для начала есть понятие сервис. Сервисы — это вот те самые приложения, которые заявляют, что они будут обрабатывать выходы. Вот. У каждого сервиса свое собственное имя построено по доменному принципу. Как правило, там, значит, вначале идет действительно домен, ну, скажем, какой-нибудь freestop.org, только задом наперед, это сделано для того, чтобы изготовители сервисов друг другу на ноги не наступали. Да? Сервис говорит, я там org.freestop.debuzz. Ну, другого такого не будет. А другой сервис говорит, а я там еще кто-нибудь. КДЕ, там, org.cde, точка, что-нибудь там. Вот. Эти самые сервисы регистрируют объекты, которые в них есть. Объект — это не статический объект, а просто вот, как это правильно сказать, ну, штуки, да? У каждого объекта будут методы, которые можно вызывать. Вот. И в сервисе этих объектов может быть много. Вот. Объекты… Да, активность. Ну, да, активность. Объекты указываются путем, как файлы в системе, прям. Ну, просто вот, опять-таки, чтобы друг на друга не наступать, я так понимаю, этот путь все равно растет от… Сейчас я посмотрю, от чего. Да-да-да, от всего того же. Здесь это не написано, значит, где-нибудь еще написано. Вот. С другой стороны, есть клиентская часть, да? Вот те люди, которые, собственно, посылают сообщения, а не принимают их. Так, так я посмотрю, как это называется, опять-таки. Сервисы. Значит, сервис – это тот, который принимает сообщения. Сервис. Клиент. Вот. Ну, в частности, пресловутый удев, да? Он является клиентской программой с точки зрения дебаса, потому что он ей засовывает сообщение, дескать, у меня появилось такое-то устройство, у меня появилось такое-то устройство. Если кому интересно, к сервисам обращаются, обрабатывайте это устройство там, у вас, на системном уровне, да? Я ничего не знаю. Я вот дев завел, делайте с ним, что хотите. На самом деле, это не строго самого дел, самого тема, ничего про дебаса не знаю. А кто это делает? Помню, девайскит. Да, совершенно справедливо. Сейчас я до этого дойду. Да, совершенно справедливо. Именно девайскит этим и занимается. Значит, помимо того, что есть сервис, есть, собственно, объекты. Сейчас, вот, по-моему, все-таки я собрал. Объекты – это то, чем они обмениваются. Да? Объекты – это то, чем обмениваются. Они ходят по шине, да? Да, да, да. Они отдаются и… Все объекты в дебасе типизированы. То есть, в результате получается так, что сервис с именем таким-то регистрирует активности такие-то, такие-то, такие-то и такие-то интерфейсы, да? В которых будет обмениваться такими-то и всякими-то объектами внутри. Это позволяет жестко типизировать обмен данными. И уж если вы написали программу, которая передает объект, если вы написали правильно, разумеется, то она будет передавать объекты только того самого типа, который принимающая сторона будет принимать. В этом, собственно, главное отличие от таких универсальных инструментов межпроцессного взаимодействия, как shared memory или, допустим, messages, да? Где есть просто какой-то бандл, а дальше пускай программа сама его парсит. Вот. Это, кстати, вообще принцип, как я понял, который был положен в основу дебаз, когда люди поняли, что слишком универсальная система обмена абсолютно универсальными сообщениями это очень тяжелая штука. И давайте мы будем, решили они, разрабатывая, собственно, вот этот вот интерфейс, все, что встретилось нам по дороге, специфицировать, описывать, и в таком виде публиковать в качестве, там, драфта какой-нибудь стандарт. Драгон-дроп, пожалуйста, драгон-дроп. Клавиши громкость, ну, в смысле, мультимедийные клавиши на эквивалатуре, пожалуйста, будут такой вот прописанный, прописанный в стандарте, как будет у вас называться объект, который обеспечивает работу мультимедийных клавиш, или который, вернее, который посылает ее, да, который, как это, хватает эти события. Вот. Помимо... Мы с вами соврали, Жень, все-таки объекты, это вот те самые обработчики, а у них есть интерфейсы. Ну, неважно. Вот. Интерфейсы, да. Давайте еще раз, да. Значит, шина – это вот эта штука, которая организует взаимодействие между клиентами и серверами. Объект – это, вообще говоря, я так понимаю, сервер, объект, у него есть паз, там, какой-нибудь текст, файл менеджер. Интерфейс – это описанный с точкой орг, точка что-то, точка что-то, описанный тип объекта, не объекта, передаемых данных, да. Вот. Ну и, наконец, у этого объекта может быть множество всяких функций, методов, которые можно вызвать, да, они тоже где-то там доступны внутри, да. То есть, объект – это как раз живая часть. Вот. Вот. Да, вот я вот тут смотрю подсказку, да. Ну вот. Значит, помимо того, что есть сообщение адресное, когда вы указываете в какой, собственно, к какому, собственно, объекту вы обращаетесь, чей метод вы вызываете. Есть еще сообщение безадресное, называемое сигналами. Это не совсем не такие сигналы, как в в POSIX, да, которые состоят только из типа и больше ни из чего. Вот. Но они как бы осуществляют связь один ко многим, да. То есть, мы закидываем на шину кусок данных определенного типа, а дальше все, кто зарегистрировались как обработчики данных данного типа, их принимают и там какие-то свои решения принимают на этот счет. Да. В частности, я встречался с ситуацией, когда присламутая нажатие на кнопочку громкости обрабатывались сразу две программы. Ты нажимаешь на громкость, она в два раза меньше становится. Ты крутишь мышку на регуляторе громкости, там на 3% она снижается, нажимаешь на кнопку, она на 6% снижается. Это вот ровно оно. Вот. Причем там было еще смешнее, потому что одна из этих программ, она была такая хардкорно-жесткая, она брала и просто уменьшала громкость одного канала звуковой карточки. На поверку оказывался правый канал. Вот. Не базовая громкость, а канал правого, то самое. Поэтому, когда ты мышкой все регулировал, было хорошо, а когда нажимал мультимедийную кнопку, левый канал уменьшал громкость в два раза быстрее, чем правый. Вот. В силу именно того, что не договорившись заранее, на дебаз навесили два обработчика, вот. Один из них был вот такой. И вот я и выключил, естественно. Вот. Значит, помимо этого, есть еще понятие прокси, которое позволяет делать промежуточную обработку. То есть, она принимает одни сигналы, и на основании там что-то думает, на основании них генерирует другие. Вернее, не сигналы, а сообщи. Вот. Так, это я сказал. Connection. Это, собственно, вот, да. Объект — это тот, кто предоставляет, интерфейс — это то, что внутри, и мембер этого самого объекта — это, собственно, те методы, которые можно вызывать. Вот. В частности, можно с помощью такой штуки, например, организовать, например, организовать запуск целой программы ради того, чтобы обработать соответствующие события. Да. Ну, как, собственно, это и делается. Мы вставляем флешку, и запускается файловый менеджер, который говорит, вот, что там, или, вернее, сначала он монтируется, тоже, между прочим, программа, а потом запускается файловый менеджер, который залезает в только что смонтированное место и показывает нам его содержимое. Вот. Все это в достаточно прозрачной форме функционирует и без вмешательства пользователя. Собственно, ради этого все это и задумывалось, да, чтобы те кнопки, которые вы нажимаете, или те события, которые вы, как бы, системой, в системе происходят, обрабатывались, ну, более-менее на автомате. Дебаз, вот. Я про это рассказываю, про, собственно, Дебаз. Ради того, чтобы было понятно, никаких чудесных, чудесного самозарождения жизни в Linux-системе не бывает, и если, скажем, по вставлению, там, не знаю, флешки, или мультимедийного плеера, у вас запустилась какая-то программа внезапная, которая собирается его обрабатывать, это означает, что где-то жестко прописано, да, вот при определенном событии на Дебазе, пожалуйста, вызывайте определенные там приложения, вот. Или это приложение уже запущено, и при определенном событии, которое проходит через Дебаз, оно должно, это приложение, это событие обработать. Ну, точнее, не событие, а сообщение, да. Вот. Это что касается Дебаза. У Дебаза есть несколько, ну, например, есть такая штука, которая называется Кудебаз, просто ради интереса, которая как раз вам покажет все зарегистрированные объекты, вот, вернее, все сервисы, внутри сервиса все объекты, и можно даже с помощью него, а может быть и нет, не помню. Да, Дебаз просто есть консольный интерфейс. Вот там он и есть Кудебаз, это не Куды, это Куэри Дебаз. Нет, там есть просто это самый Дебаз-функт. А, ну да, Дебаз-сент есть, совершенно с пределом, Кудебаз это Куэри, это броузер, а Дебаз-сент это утилита, в которой можно даже засунуть ручное сообщение в Дебаз прямо туда, и посмотреть, кто отреагирует. Вот. Гитусные наушники подключились. Ну, да, 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 значит, все это уже совсем низкий уровень, с которым обычный пользователь, как правило, не сталкивается, да, но представление о том, что вот это существует, именно оно на сегодняшний день занимается пробросом информации от аппаратного уровня до самого, что ни на есть, верхнего прикладного, да, нужно иметь. Есть еще один момент, который мы только что упоминали. Значит, этот момент состоит в следующем. Нет, мы его не упоминали, я соврал. Представьте ситуацию. Вот человек, запущен компьютер. В этом компьютере есть какие-то внешние устройства, которые лежат в каталоге DEV. Скажем, звуковые, да, то есть, как это было в давние времена, берем какой-нибудь файл, делаем ему CAD в это самое устройство DEV PCM и слышим звук. До сих пор есть программы, которые пытаются так делать. Обычно DEV DSP CAD. DEV DSP, да. Нет, просто 7-1, у кого-то что-то DEV DSP, DEV DSP, да, 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 вот этот же стандарт еще ОССный такой, DEV DSP, совершенно с предлением. Понятно, что это все, в общем, довольно неприятная вещь, очень сильно аппаратно-зависимая, потому что, мало ли, там, какая-то частота оцифровки в этого DSP, у этого файла, там, еще чего-то, но, так было давно. Собственно, это не важно. Важно другое. А почему, собственно, мы, как обычный пользователь, имеем право писать куда-то в DEV? А если на вашей машине работают, там, три пользователя, кому принадлежит DEV DSP? А, никому не принадлежит. Мы просто право выставлены, там, типа группа аудио. А, типа группа аудио. Значит, любой человек, являющийся групп, членом группы аудио, имеет возможность в это самое устройство писать. Вот. Точно так же, как любой человек, там, являющийся членом группы диск, имеет возможность смонтировать внешний диск, когда воткнута флешка. Так было, в общем, довольно долго. И у этой политики есть очевидный крупный недостаток. Если на машине работает сразу несколько пользователей, попытка этих пользователей пользоваться одним и тем же аппаратным ресурсом одновременно приводит, в общем, к небольшой драчке. Один человек монтирует флешку, другой с нее все стирает, потому что он думает, что это его флешка. Один человек музыку играет на этом ДевДСП, а другой там с товарищем ругается. Второй ничего не может. Почему? Потому что у него уже... Нет, на ДевДСП может. Не откроет. А, не откроет, он будет залоченный. Как только у него будет пауза, вот тогда та ругань, который этот второй... Он может минус 6, чтобы пойти. на какой-нибудь... В общем, это не очень важно на самом деле. Как только возникает проблема в concurrent, как это по-русски, короче говоря, в совместном использовании ресурса, немедленно возникает проблема в выдаче прав в доступ к этому ресурсу. Как эта задача решалась, ну, скажем, лет 5 назад, даже года 3 назад? Просто в процессе авторизации, когда мы логинимся, мы же проходим какой-то процесс авторизации, писался специальный модуль под систему авторизации, который ровно тем и занимался, что вот кто последний залогинился, тому и будут принадлежать файлы dev.dsp, там, dev. что-нибудь еще, вот, вот буквально так, да, вот человек логиниться и делается чмот тем файлом, который лежит в SlashDef. Понятное дело, что это такое грубое решение, которое хорошо работает, скажем, для аудиоустройства и плохо работает, скажем, для дисковых устройств, потому что по поводу дисковых устройств надо еще непонятно по какой причине выяснить, а это съемные диски или они тут всегда были. Вот. А этот человек имеет право их монтировать или все-таки не имеет? Это все привело к тому, что начали какие-то такие изготавливать собственные поделки с встроенным мозгом, которые определяли, а вот надо ли или не надо после логина данному человеку куда-то, чего-то там какое-то устройство давать, доступ, не давать доступ. В общем, когда выяснилось, что это все усложняется и усложняется, а напоминаю, почему это так, потому что традиционная Unix-овая идеология говорит о том, что все устройства на нашем компьютере, они существуют вот тогда, когда пришел системный администратор и его сконфигурировал. Он роздал эти устройства желающим, да, кому надо, те у нас члены группы аудио, они играют музыку, кому не надо, не играет. на сегодняшний день эта концепция работает, условно говоря, только на серверах, да, вы взяли, воткнули какой-нибудь Wi-Fi-донгл, вы, как пользователь, он вообще обязан заработать, для того, он заработал, нужно проделать целую кучу разных операций, ну, не говоря уже о том, что сам Wi-Fi-донгл должен, в его втыкании должно привести там к подгрузке нужного драйвера, да, но это, в общем, у дев сделали, но вам же еще нужно выдать права, вам еще нужно выдать права на управление сетью какие-то, вот, вот, всю эту, всю эту вот пачку операций, кто будет выполнять? Короче говоря, чтобы эту проблему решить, был разработан отдельный механизм, который называется полисекит. Прямо так пишется, полкид, полисекит. Что это такое? Это достаточно простая процедура, которая, собственно, приводит, приводит вот эту всю разнородную операцию к достаточно, ну, к единому знаменателю, если хотите. У нас есть дебас, у нас замечательный, да, через который ходят всякие сообщения. У нас есть программа, которая, собственно, хочет решить. Она называется механизм. Не знаю, почему, она так называется. Любая программа, с точки зрения, которая, собственно, реализует доступ к чему-то, называется механизм. Помимо доступа к чему-то, ну, скажем, к аудиоустройству, к диску или еще к чему-то, у механизма есть отдельная задача решить, вот данному пользователю давать этот доступ или нет. Потому что, понятно, да, монтирование, запись в ДСП, еще что-то, это вполне себе прелегированная операция, они выполняются отдельными там демонами, еще кем-то. Этот механизм идет к дебасу и говорит, дебас. Расскажи, пожалуйста, как этот пользователь-то, вот он вообще имеет это право или нет. Дебас. Дебас идет к так называемому аутентификацион агенту. Это называется, собственно, агент. Так, у нас, собственно, тут есть клиент, давайте не так нарисуем. Кто первый-то начал? Первый начал клиент. Да, 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 я говорю, начал, первый начал клиент. Клиент говорит, хочу, что там, диск. Диск хочу. Механизм говорит, сейчас прошу у агента. Агент говорит, введите логин, пароль, подтверждающий, трали, валя, напишите там, решите задачку, покажите ключ, неважно что, неважно что. Потом говорит, да, можно? Так, где тут дебас? Я забыл про дебас. А, ну, вот он. он между ними, он между ними, это такая шина, которая имеет форму шара, у нее есть проблема. механизм, это механизм, это дебас, это агент, да? Агент говорит, все в порядке, он, типа, сделал, что надо, мавр сделал свое дело. Вот. тогда механизм говорит, хорошо, я монтирую тебе устройство. Между прочим, в числе прочего, именно так определяется, вообще имеет, ну, смотрите, именно здесь и происходит идея, происходит принятие решения о том, имеет ли данный пользователь смонтировать флешку или нет. Потому что мы проверяем, а, нет ли каких-то абстрактных ограничений данному пользователю флешки монтировать, б, является ли тот диск, относительно которого мы собираемся принимать решение, действительно съемным. Или это как бы просто еще один, еще один раздел на нашем жестком диске, который, вообще говоря, обычному пользователю лучше не давать монтировать, а то он оттуда все сотрет. Вот. Да? Вот это же дело механизма. Пускай он сам проверяет. Вот. Эта штука расширяемая. Мы вполне можем, помимо, собственно, самого агента при сандалии тут какое-то количество расширений. Тоже там, с той стороны на дебасе будут они лежать. Да? На деле все это описывает среди политик, которые, собственно, говорят, то, что вот, для съемных дисков это и есть политики, да. И это все отдельно совершенно лежит и к всей этой машины реотношения не имеет. То бишь, можно человеческим способом и сроком. Не, ну, у политики-то консуру отходят. Да. Вот. Да. Значит, это я к чему? Это я к тому, что на сегодняшний день задача предоставления доступа, там, условно говоря, приложению от такого-то пользователя к какому-то ресурсу системы может решаться динамически, а не заранее заданно, как мы это обсуждали только что, да. Не сам факт членства пользователя в группе, а факт успешной авторизации через агента от идентификации приводит к тому, что пользователь начинает этим делом пользоваться. Вот. И это же, это же позволяет нам задействовать всякие штуки типа ключей, этих самых вот таких жестких, да, которые на этом, на флешке лежат, еще чего-нибудь. То есть, в ситуации, когда нужно просто один раз проверить аудентификацию пользователя и до тех пор, пока этот пользователь живет и его, соответственно, агент работает, да, вот, давать ему право. Вот. Когда наферк-менеджер у нас отвалился по приключению консоли, это же, по-моему, тоже полисикир был. Да, совершенно справедливо, да. Переключаешь консоль, да, и где-то там неправильный конфиг прописан, в котором написано на другой консоли работает другой пользователь. Ну, почему неправильно? Правильно. Другой сенсор. Может, этому человеку вообще нельзя пользоваться сетью. Ну, да, да. Или у него другой конфиг сети. Или у него другой конфиг сети, да, у него там платный Wi-Fi. Бесплатный. Вот. Совершенно справедливо. Значит, именно после внедрения полисики ТА вообще стало возможно, допустим, такая по виду совершенно невинная, а на самом деле очень сложная операция, как более или менее равноправная работа нескольких пользователей на одном железе видео. Смотрите, казалось бы, залогинился один пользователь, мы нажимаем кнопочку переключить пользователь, логинимся как другой пользователь. Что в действительности происходит в Линуксе в этом случае? Довольно мрачная в смысле аппаратном вещь. Запускается еще один графический сервер, еще один, потому что предыдущий пользователь никуда не делся. И там весь его сеанс, все его, значит, эти самые, все. И с этим новым графическим сервером нужно устроить таким образом, чтобы он, новый графический сервер, продолжал работать с аппаратной начинкой графической карточки, да, несмотря на то, что с ней якобы работает еще один пользователь. Да, 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 там много всякой, всякой, всякости. Поэтому, до тех пор, пока не научились это делать в динамике, то есть, лишать того пользователя, который на предыдущей графической консоли сидит, прав доступа к вот этой всей, к вот этой все низкоуровневой штуке, его надо лишать прав не потому, что он может быть злоумышленным, а потому, что у него может быть там какие-то программы запущены, которые начнут эксплуатировать это дело. Вот. А поскольку консоль-то все равно одна, да, так вот того надо лишить прав, чтобы он там себе стихомирно существовал и не лез в железо. А этому надо, наоборот, их выдать, чтобы его драйверы начали работать, которые с новым эксомиром... Что? Если все упадет, значит проблема в системе, верно? Только кто-то упадет. Ну, еще раз, да, если упадет там X-сервер, значит он упадет. Ну, кстати, сказать, тот-то может и не упадет, надо подумать. А если он там играет в игру и... Не, ну... Если он там играет, одна клавиатура, один монитор на всех. Ну, вот он развернут такой, как надо. Ну, смотрит, что-нибудь вообще-то... Нет, ну вот он смотрит, киноза, киноза продолжает работать. Но оно кончится и кончится. Через какой? Оно при этом, да, но при этом не задействует собственно и вот. На самом деле, там много нерешенных задач, их реально много нерешенных. Именно потому, что это все такой bleeding edge, да, три года назад это все вообще не работало, как надо. Вот. Но тем не менее, тем не менее, просто объем, вообразите, вот, вот пресловутое переключение пользователя на самом деле означает такую глобальную перелицовку прав доступа к различным аппаратным возможностям машин. Вот. Хотя казалось бы. Не, правда, прав доступ, скажем таки, его делать не меняется. На нижнем уровне все пофиг. Меняется именно вот, переконфигуруется политика полиси Кита. Да, разумеется. Сам факт предоставления этого доступа. Да? Именно ровно потому, что человеку не дают в это видео писать, он туда не пишет. Да? Возможно, там даже так сделано, чтобы приложение, которое этим все-таки занимается, оно бы как-то это делал нечувствительно. То есть, вот оно бы то описало и на экран, оно бы никуда не попадало и при этом никому от этого плохо не было. Происходит там. Просто оно пишет все через X-овый интерфейс. Ну да. Ну да. Вот. Вот вам еще одна вещь, которая в реальности подспудно работает в современных дистрибутивах, а пользователь ее видит слабо. Почему, опять-таки, я про это упомянул? Я про это упомянул по той же самой причине. На самом деле, результатами работы полиси Кита, пользователь пользуется все время. Там вечно вылезает что-то, что имеет отношение к полиси Кит. Вот. Ну, хотя бы ситуация, которую я уже описывал. Почему-то съемный носитель монтируется, а несъемный не монтируется. Вот с точки зрения обычного пользователя. Управляется это все и полиси Кит, и Дебас, и УДЕВ достаточно большим количеством правил. Вот. Не только одним конфиг файлом. Потому что, понятное дело, что там, скажем, с УДЕВом, ну, очевидно, что для каждого железяки хорошо бы иметь, вернее так, для каждого типа железяк, хорошо бы иметь отдельный свод правил, которые бы этим типом железяк управлять. Вот. В случае полиси Кит тоже понятно, что для каждого аспекта использования системы достаточно большой свод правил сам по себе и хотел бы, чтобы отлежал в отдельном файле. Вот. Дебас. Тут надо сделать два замечания. Даже, я бы сказал, два с половиной. Замечание номер раз. Кто там? Еще был Халк тогда-то, да? Халк был. Неожидкий Халк, не нарождающийся... Девайскит. Девайскит, да. Совершенно справедливо. Значит... Это и есть адаптерик до бас. Ну да, Девайскит, собственно, вот, 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 то, что работа у Дева, как бы закидывает в Дебас. Совершенно справедливо. Замечание номер один. Обратите внимание, что эти подсистемы, за исключением у Дева, кажется, или даже у Дева. Халк, кто? У Дева? Дева, это просто у Дева. Это вся система, которая... У Дева, это сам по себе. Рулит, Девайс. Значит, да, сама по себе. Значит, все вот эти системы, это системы прикладного уровня. Они разрабатываются даже не, грубо говоря, сообществом Linux. Они разрабатываются в комьюнити на сайте freedisktop.org. Что, между прочим, который сам по себе вообще возник не для того, чтобы там Linux-систему какую-то делать, а для того, чтобы более-менее унифицировать использование ресурсов рабочего стола в различных графических средах. Они занимались ровно тем, что выпускали, подготовили, выпускали проекты стандартов каких-то. На Dragon Drop, на еще что-то, на Trash Can, на все такие вещи. Вот потом они взялись за более серьезные штуки, а именно подготовили работающий вполне проект по обмену сообщениями межпроцессному, да, и некий стандарт по привязке того, что хочет сообщение, того, что хочет приложение, к тому, что может сесть. Вот. Еще раз. Это штуки прикладного уровня. Соответственно, если у вас там такой матерый сервер, который вообще никакого, никакого десктопа на себе не несет, да, то, скорее всего, у вас не будет ни этого, ни этого. Будет у ДИФ. Это с одной стороны. А с другой стороны, этот самый Дебас оказался с точки зрения прикладной настолько, в общем, гибким инструментом, что сейчас там каждая последняя, ну, каждый пионер, который хочет написать что-то, условно говоря, клиент серверное в рамках одной операционной системы, немедленно пишет какой-нибудь агент к Дебасу, в смысле, какой-нибудь бэкэнд и какой-нибудь фронтэнд, который работает вокруг Дебаса. Вот. Я уж не знаю, там, выключение Дебаса вообще приведет к неработоспособности. Я думаю, не пересадываю. Ну, и здесь что подвали? боюсь, приведет. Вот даже так. Да, потому что система инициализации суперсимуля не завет. Абстарт? Нет. Система. Ой, Система. Система точно не... Как он называется последний? Система Д. Да, у них не абстарт, у них Система Д. Ну вот. Надо просто выкинуть все. Да-да-да-да-да. При этом Система Система Дебаса тоже выкинут, да? И переписать ракцию, да? Нет, так кто твои не ставит, но вроде никто не отказывает. Ну, окей. Я так бы все участию. Ну, окей. Значит, да, так вот, я к чему? Что, несмотря на очевидное прикладное свойство вот этого механизма, который называется Дебас, да, он все больше и больше завоевывает позиции в операционной, внутри именно операционной системы и, скорее всего, в будущем он будет только больше. Вот. Так, ну что, сколько там времени? 20 минут осталось. Поговорить, что ли, о выборе доступа или не надо? А, еще одно. Да. Есть еще в рамках этого же проекта Redestop.org Redestop.org Покажите, да? Который позволяет управлять пакетом линжо. А, да, 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 начали они это делать. Ну, я надеюсь, им еще далеко до конца. Я, в принципе, эта штука может ставить что RPM, что D, что покажется RC, что что хотите, то есть но это пока в принципе. В общем, единственное, где это реально работает, это опять же. Давайте, да, давайте это уже какая-то, это уже какие-то слегка тонкости. Значит, давайте я лучше расскажу еще про одну вещь, совсем коротко. Она, правда, лежит в стороне от того, что в стороне от того, что мы с вами в основном рассматривали, а именно в области сети. Есть еще одна штука, которая сейчас активно используется в Linux-дистрибутивах, которая не входит в такой базовый минимум сетевой получаемый пользователем. Тут надо сказать вот что. Я намеренно опускаю информацию в объеме, там, условно говоря, целого курса, который называется TCP IP в Linux, о том, как вообще реализована TCP IP в Linux. Вот. Предположим, мы более-менее в курсе того, как оно реализовано, да, или там за нас это делает Network Manager. Тем не менее, представление о том, что такое сеть у человека, который никогда TCP IP не разбирал, они достаточно удивительны, мало соответствующей действительности. И это вот несоответствие действительности поддерживается вот чем. Что такое сеть с точки зрения человека, который не знает, что такое сеть? Это такой специальный броузер ты запускаешь, а тебе говорят, а вот твоя сеть, в ней такие-то компьютеры. Ты запускаешь, нет, в ней такие группы, да, как в Windows. Сначала группы. Потом ты смотришь внутрь группы, а там такие-то компьютеры. Ты смотришь в компьютер, а у компьютера такие-то ресурсы. Ты тыкаешь в ресурс, а тебе говорят, введи пароль, да? Ты вводишь пароль, и внезапно запускается программа, которая этот ресурс обрабатывает. Вот. Чтобы было понятно, да, это представление не о сети, как о сетевых протоколах, а об одном конкретном протоколе, который, собственно, и позволяет заниматься броузингом сетевых ресурсов. Один конкретный протокол. Ну, два. Потому что, скажем, в системе протоколов CIFS используется один, а у, скажем, маков используется другой. Вот. Значит, еще раз, для тех, кто понимает, что такое сеть, совершенно очевидно, что ни с того, ни с сего какая-то абстрактная программа броузер не может обнаружить в сети компьютеры, да еще и с какими-то предоставляемыми сервисами. Понятно, да? То есть, вот как это сделать? Никак. До тех пор, пока сами эти компьютеры где-то не анонсируют, что они имеют вот такие сервисы. Возможно, и воспользуются мапом. Да, если воспользоваться мапом разве что, да, совершенно справедливо. То есть, то есть, для того, чтобы вот эта вот идея о том, что запускаем броузер сети, броузер сети находят компьютеры, каждый компьютер предоставляет какие-то сервисы, а каждым сервисом можно воспользоваться, чтобы это все работало, необходимо и на клиентской стороне, и на серверной стороне, в данном случае клиент это ваша машина, а серверы это все остальные машины, которые вы увидели в таком броузере, поддержка некоторого протокола. В случае, если это виндузовая сеть, это будет протокол цифс, как там конкретно называется NMB, что ли? В общем, это цифс, у него там, собственно, есть этот самый протокол, который дуэнсифровый. Вот. В случае, если это линукс машина, скорее всего, это будет не цифс, а авахи. Но авахи более глобальная штука. Вот. Почему я про это рассказываю, сейчас будет понятно. Значит, что такое авахи? Авахи это всего лишь внимание, это очень важно понимать. Инструмент публикации информации о такого рода сервисах, ну и, разумеется, просмотра информации о такого рода сервисах. То есть, функционирует это безумно просто. У вас есть, причем даже от пользователя можно это делать в некоторых случаях, инструмент, который позволяет демону авахи начинать рассылать периодически широковещательные сообщения, по-моему, так. Да, потому что там сканер может работать с этим самым, с задержкой. О том, какие именно сервисы на вашем компьютере опубликованы. Точка. Больше ничего. Просто рассылать по локальной сети широковещательные сообщения на эту тему. А броузер, он их просто собирает в кучку эти сообщения, да, он их некоторое время ждет, просматривает, вот, собирает их в кучку и говорит, вот, пожалуйста, у вас есть такой-то компьютер, он анонсировал такие-то сервисы, сякой-то, сякий-то сервис. Понятие сервис абсолютно не специфицировано протоколом авахи. Вы можете вписать туда что угодно. Вот. Понятие других полей, да, потому что, ну, очевидно, что глупо, опубликовать только название. Скорее всего, вы публикуете там сервис такой-то, а в нем такие-то, такие-то поля там какие-то. Ну, допустим, вы публикуете там, не знаю, файлы системы, сетевая, NFS, да, не просто NFS, а версия такой-то, каталог такой-то, да, ну, который вы экспортируете. То есть там будет некоторый набор полей специфичных для данного сервиса. Вот. Само наличие работающего авахи на клиенте и на сервере не приводит ни к чему, кроме того, что эти самые строчки будут видны. Если вы хотите, чтобы нажатие кнопочки на вброузере приводило к тому, чтобы запускалась какая-то служба, вы, а точнее не вы, а производители дистрибутива, для начала должны договориться о том, а, как, собственно, именуется сервис, да, о каком-то namespace, чтобы вообще было понятно, что вот этот конкретный сервис, он предоставляет там файловую систему сетевую, а этот там, не знаю, в инсы доступ. И б, какие, собственно, обработчики, да, нужно запускать в случае, когда вы кликаете по определенному сервису. Ничего этого внутрь протокола авахи не зашито совсем. Да, это всего лишь средства публикации и броузинга. На сегодняшний день, как я понимаю, стандарта на того, на то, в каком виде эта публикация происходит, не существует. Я могу ошибаться. В любом случае, я не видел такого свода, да. И это и хорошо, и плохо. Хорошо это тем, что вы можете написать свою собственную программу, в которую вписать в публикатор что хотите, и в обработчик тоже что хотите. Плохо тем, что пока что этот протокол не позволяет организовывать такие самонастраивающиеся системы, как это сделано, скажем, в Макаси. В Макаси, собственно, используется Банжур, который есть. Да, совершенно справедливо. Зераконф. Авахи – это реализация протокола Зераконф, но только вот свободные. Вот и все. Совместимость Зераконф и Макаса. Вот. Помимо того, что Авахи – это средство публикации, да, Зераконф, он выполняет еще как минимум одну задачу. А, две. Он работает еще одним вариантом ДНСа, то есть по протоколу Зераконф можно превращать IP-адреса в название и название в IP-адреса. И он позволяет настраивать сеть в случае, если никто не хочет автоматически настраивать сеть, если никто не хочет и автоматически настраивать. То есть вы включаете что? Ну, смотрите. Вы включаете компьютер и говорите «настроить сеть автоматически». А у вас в сети нет ДХЦПСР? Вообще ничего нет. У вас 20 таких компьютеров, которые все хотят настроить сеть автоматически. Нету его. Правильно. Для того, чтобы это случилось, надо каким-то образом договориться друг с другом, какие IP-адреса мы сейчас сами себе присвоим, чтобы случайно не присвоить одинаковые. Вот этим тоже занимается Зераконф. Есть целый диапазон сеть класса B, целый диапазон адресов, которые для этого дела используются. В IPv6 есть какие-то обзоры сетей способов определения IPv6 адреса дошел сетей до этого? Да. В IPv6 гораздо больше. Собственно, там решены очень многие задачи, которые в IPv4 приходилось решать непонятными внешними средствами. Вплоть до генерации собственного IP-адреса на основании чего-то. То есть, любая машина имеет свой собственный IP-адрес IPv6 известный. Зато, что он генерит на основе Mac. Да, на основе или если это Mac. На основе адрес интерфейсного урока. Ну вот, значит, поэтому я еще раз про это напомнил, потому что одно дело броузер и публикатор, и совершенно другое дело это реальная реакция на то, как вы хотите воспользоваться опубликованным сервисом. С этим пока на сегодняшний день такой жесткой дисциплины просто нет. Ну вот, все, значит, в следующий раз у нас пол лекции посвящено все-таки выбору дистрибутива, я надеюсь, что не целое. И мы поговорим об экзамене, о том, когда он как и все остальное. Ну ладно, всем спасибо. Спасибо.